Роллинг мото в городе воинской славы в Курске на втором этапе чемпионата России по мини-мотарду. Не переключайся, будет жарко! Главный человек этого мероприятия, мы сейчас как раз идем к нему. Танюка! На сегодня у нас официальный тренировочный день, квалификации, а завтра гоночные заезды и будем выяснять, кто победит на Курской битве. Этот трек очень требовательный к подвеске и я думаю, что Роллинг Мото поколдовала с настройками подвески и у Татьяны будет чуть-чуть веселее и интереснее получаться проходить повороты. Есть небольшие неровности и на маленьких колесах это просто как мотокросс, это непередаваемо. Питбайки рулят на этом треке. Сегодня ты поездишь в подвеску отстроенную. Руки, руки вырывает нафиг. На самом деле у меня в подвеску залито масло жесткость десятка, но здесь на треке, так как он скоростной, я поняла, что надо заливать пятнашку. Сейчас уже как бы, ну в целом можно этим заняться. Ну что, друзья, даже на таких мини-истребителях, да, выступают, дети гоняются. Знаю, что едет очень быстро, там порядком 100 км в час. Какое место будешь занимать? Второе. Почему второе? А первое? Потому что это, меня уже номер 7 обогнет. Ну, может быть ты его обгонишь? Никак. И он это, слишком быстрый, он выше моего мотоцикла и быстрее моего мотоцикла. Меня еще заставили ехать, я вообще не хотел. А, ты вот так и поедешь. Я не хотел. Ты на чем поедешь? Моя команда оплатила мне все расходы. Точнее не мне, они туда занесли. Сказали, поедешь и начали диктовать условия. Я еду Open Pro, типа, но меня пустили в незачеты. То есть я так, для мебели. Белгород, там занимается очень много спортсменов, вот, я и Саня. Класс. Едешь ты на Кае, твой мотоцикл? О, круто. А, вот, вот на чем надо ездить, а вы все. Кае и ИЦФ рулят. Вот, пожалуйста. Сергей Денизов у нас уже ездит в чемпионате. Сколько лет в чемпионате с промоутной участием? 15 лет уже, с первого этапа я принимаю участие. Наверное, один-единственный остался, кто в первом этапе. Это 2005 год был. Звание у меня майор, майор полиции. Но, также у нас есть группа Каскад, ГИБДД. Там мы исполняем трюки на автомобилях, на мотоциклах, на публике. И, также, я вот на мотоцикле выступаю. Так, первая квалификация стартует. Смотрим Татьяна. Оп-оп-оп, идет срыв немного. Чуть-чуть прямо, да, не хватает жесткости для подвески. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, это подвесочка. Ну, что ж, мы будем надеяться, конечно, что она выровняет свой результат. Ой-ой-ой, как она проходит. Вы посмотрите, насколько близко она, этот бордюр. Ох, я-то потерю речи. Ты видел, она по газону аж чертила коленом. Ох, как хорошо проходит. Ты посмотри, как она вкатилась. Ну, что ж, ребята оживились. Да, спортсмены едут. Нет, это не тренировка, квалификационный заезд. Да я боюсь даже представить, что будет завтра в гонку. Так, ну, что ж, мы видим. Натиск спортсменов продолжается. Гонка действительно будет сложной. Очень жаркая погода. Видно, у Татьяны немного, чуть-чуть не хватает. Ей подвески все-таки жесткости этой. Но не забываем, все-таки это трек для картинга. Поэтому покрытие здесь с поворотами немного бугристое, скажем так. Не совсем прямо ровное, как стекло. Итак, что же мы видим? Татьяна набирает обороты. Давай, 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 давай. Хорошо, хорошо, прям. Ах, красиво обошла Татьяна. На прямой разгон пошел. На пятки наступает своим соперником. Давай, Данюха. Вы посмотрите, да она буквально просто выжимает соперника с трека. И это только квалификация. Давай, давай, Данюха, давай. Вот так по внутреннему обходит она. Вау, вы посмотрите, что она творит, а? Что за мастерство Татьяна, конечно, да. Может, может, и сделает это с легкостью и непринужденностью. Подошла к концу первая квалификация в классе. Ну, круто, но в конце было просто жесть. Класс. У меня включился инстинкт хищницы. Просто, когда кто-то впереди тебя едет, ты реально хочешь его догнать. И тогда устаряешься. Мне не хватает подвески. Каждая вот такая вот мелочь, это вот секунда, доля секунды. Я думаю, я сейчас по квалификации, надеюсь, буду второй. Вот. Ну, вряд ли я буду первой. Сейчас посмотрим. Ну, в любом случае, я вижу, как бы, моменты в твоего пидбай, который надо доработать. Сезон еще длинный, будем стараться. Слушай, жопа у тебя, как прежняя, была морда. Может быть, есть смысл, он чуть прям на морду сойдет, больше она будет более длинный. Итак, начался второй заезд с квалификацией. Основной заезд именно он определит участника со стартовой позиции. Подвеску Татьяне мы немного покрутили. На мой взгляд, этот цикл стал вестись немного лучше. Вы посмотрите, она буквально коленом газон стрижет. Итак, видимо, Татьяна приближается к скоростному участку, открывается на повороте. Вы посмотрите, как она идет. Будто истрепитель. Да, коварная обшпилька. Отлично, отлично, супер. Да, конечно, сказывается, сказывается жара, очень жарко. Я стою в одной футболке, не могу. Ребята едут в везухи, в комбезах, которые практически не продуваются. Кирюха, красавчик. Я думала, ты только в камеру можешь болтать, а ты еще, оказывается, подвеску крутить можешь. Сейчас я посмотрю результаты квалификации, я думаю, я третья. Ну, гонка покажет. Третья, как минимум третья это должна быть. Я, конечно, рассчитывал, что хотя бы на второе место. Не надо слишком расстраиваться и радоваться итогам квалификации, потому что если на лидере мы ехали в разных классах, все стартовали, класс сток и класс опен, разные заезды были, то сейчас мы будем валить всей толпой. И эта вся квалификация, когда толпа стартует, каким временем ты ехал один по кругу, ничего не решает. Ребят, хочу представить вам человека, знаменитого в мото-кругах не только простых райдеров, но и правоохранительных органов. Это Виктор Курбатов, основатель команды подразделения «Каскад» знаменитого. Я не совсем основатель, я один из участников, так сказать, старшей группы. Основал нас, можно сказать, начальник управления ГАИ. И мы до сих пор существуем. Спитбайк у меня был тоже КАИ, это мой первый ПИТ, 140 кубиков был. Постепенно моторчик у нас загнулся, но мы его, я скажу, года 4, пятером, просто он неубиваемый. Но потом мы взяли новую 125-ку, и сейчас она у меня до сих пор живет. Скажу так, что я не представляю, как можно начать заниматься стандрайдингом без питбайка. Ну что ж, наконец-то мы дождались. Этот долгожданный день наступил, день старта. Сейчас мы идем на церемонию открытия. Сейчас все увидите сами. Сегодня вообще ожидается Курская битва на втором этапе чемпионата России по супермоту имени Мотарду. Так как два класса сегодня объединили. В прошлой гонке Сток и Класс Опен ехали отдельно. В Курск, к сожалению, приехало не так много участников, как хотелось бы, как ожидалось. И классы поедут все вместе. То есть на старте будет прям мрачная заруба. Я на самом деле просто увидела, как ребята очень здорово катаются на этих маленьких мотоциклах. Мне каталось это очень быстро, очень весело. И, соответственно, посмотрела один раз, пришла и решила, что я тоже так могу, тоже так хочу. И, соответственно, заявилась и стала участвовать. Такая GP1 предыдущего года. В 2020 я его купила новым. И, соответственно, поменял тормоза. А так, в общем-то, он стоковый, да, с моторами ничего, никаких доработок, соответственно, не делали, чтобы попадать в класс. Ну, в общем-то, все. Если эти хрупкие создания, наши прелестные девушки, могут, способны на такое, то почему вы сидите на сих пор в кресле, непонятно. Ну, что же, начинается наш старт, первый заезд. Так, один участник у нас выбывает уже по всей видимости. А, нет, нет, мотор, все, гостиница. А, нет, мотор, все, гостиница. А, нет, мотор, все, гостиница. Подошел к концу первый заезд гонок по мини-мотарду. Ну, идем к Танюхе узнавать, как дела вообще и почему бы упустила одну позицию. Так, вот, вижу, Татьяна не в духе, поэтому будем заходить как-то плавно к ней. Ну, что же, сейчас диалог у нас не сложился с Татьяной, поскольку действительно погода просто ужасно выматывает. Жарко, 40 градусов, я, как видите, сам обгорел весь комментировать, пока она ничего не хочет. Первый заезд она упустила позицию. Татьяна заходит в поворот с коленочкой, проходит его идеально. Татьяна. 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 Опасный поворот проходит с легкостью. Опасный поворот проходит. Хрис. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...